Сервисная полиция – это подход к деятельности внутренних органов, где идеология и организационная стратегия направлены на оказание качественных услуг и решение проблем безопасности в партнерстве с обществом. Основой ее – устойчивые партнерские отношения государственных институтов с гражданами для совместного выявления и решения проблем в сфере правопорядка. Необходимо отметить, что в мире нет единой модели сервисной полиции, но есть общие принципы – это узнаваемость, добступность, доброжелательность, прозрачность и подотчетность. В традиционной работе полиции главная цель сосредоточена на борьбе с преступностью. Отсюда исходит, что стилем оперативной работы является в основном реагирование на правонарушения. Внимание при традиционном подходе обращено на преступления и правонарушителей, а показателями являются количество карательных мер в виде штрафов, арестов и обвинений. В сервисной модели главная задача состоит в обеспечении чувства безопасности и профилактики правонарушений. Стиль работы включает еще и превентивное решение проблем безопасности, помимо мер реагирования на случившиеся события. Фокусом становятся граждане сообщества, а показателями эффективности, чувства безопасности, доверия к полиции, качество жизни сообществ, совокупности с количественными показателями преступности. Для перехода на сервисную работу полиции МВД Казахстана озвучила мировой опыт по ее внедрению, например, Великобритании, которой, правда, для этого понадобилось более 15 лет. Или опыт Грузии, которая в 2005 году провела кардинальную реформу полиции. Грузинская реформа дала положительный эффект с возросшим уровнем доверия населения к полиции. В 2012 году он составил 90%. Помимо зарубежного опыта изучены и учтены мнения и предложения общественности и отечественных экспертов, а также самих сотрудников полиции. Как рассказали сотрудники МВД, для опробирования основных подходов развития отечественной сервисной модели с конца 2020 года в ряде регионов последовательно запущены пилотные проекты. Сейчас идет работа по широкому вовлечению в них местных органов власти. В ближайшее время аналогичные проекты обещают запустить во всех регионах страны. Наталья Луговская, РТН